В Минусинске состоялась акция, посвященная памяти дагестанскому полицейскому герою России Магомеду Нургабандову. В Минусинске рогатый ворон перевели, цапля, которая давно должна была улететь, так как у нас в зоосаду она сидит, мы ее переводим. Журавль даурский. Обитатели Железногорского зоосада готовятся к зиме. Только после этого откило отбежать, обработать. В Лисосибирске прошла тренировка сборной команды Красноярского края по волейболу. В Минусинске состоялась акция, посвященная памяти дагестанскому полицейскому герою России Магомеду Нургабандову. На площади у фонтана собрались сотрудники полиции, спасатели, ребята из молодежного центра «Защитник». Фраза «Работайте, братья» стала последней для Магомеда Нургабандова. В июле этого года вооруженные боевики напали на группу отдыхающих, среди которых был сотрудник полиции. Узнав об этом, нападающие заставили его призвать своих коллег уйти со службы в правоохранительных органах. Однако полицейский перед лицом смертельной опасности остался верен присяге и долгу. Отказался выполнять требования боевиков, после чего был расстрелян. Как отметили участники акции, они считают своим долгом – отдать дань памяти погибшему герою. А его поступок расценивают как проявление истинного патриотизма. Для многих лейтенант полиции Магомед Нургабандов является примером стойкости и отваги. Чтобы почтить память героя Российской Федерации, отдел полиции Минусинска подготовил наклейки на автомобиле с фразой «Работайте, братья». А в завершении участники акции зажгли свечи в память о тех, кто погиб не только от рук террористов, но и при исполнении своих служебных обязанностей. Мы как служба, так скажем, тоже силовая, и люди, которые выполняют работу, связанную с риском, они всегда подвержены вот таким вот эпизодам, когда в любой момент человек, выполняя свою работу, может оказаться в ситуации, когда его жизнь будет подвержена угрозе. Поэтому мы, не сомневаясь ни минуты, решили принять участие в этой акции. В наше сейчас, казалось бы, мирное время, все равно очень много людей защищает нашу родину, защищает нас от бандитизма. И в память, в честь их поступков, в честь их мужества, мы проводим вот эту акцию, посвященную Магомеду Нургабандову. Фонд развития предпринимательства Зеленогорска, основанный в 2012 году, существует с одной целью – оказывать материальную поддержку бизнесменам, которым необходимы денежные средства на создание или развитие своего дела. Как отмечают сами члены правления, заявок поступает немало, но для получения помощи заявитель должен выполнить ряд условий. Это, безусловно, должно быть развитие производства, опять же, производство услуг. То есть, должны быть созданы новые рабочие места, должны быть привлечены инвестиции личные со стороны самого предпринимателя. То есть, он должен рассчитывать не только на деньги фонда, но и, безусловно, вложить свою составляющую. В этот раз членам правления было представлено четыре проекта, но только один из них получил положительные отзывы. Сергей и Вера Скобниковы решили заняться выращиванием зеленого лука для нужд зеленогорцев. За прошлый год им удалось поставить в город около тонны своей продукции. Чтобы увеличить эти показатели, необходимо улучшить теплицу. Тогда Скобниковы смогут в разы увеличить объемы поставок, так как выращивание будет круглогодичным. В Сокаревке был пионерский лагерь, и вот там бассейн. Мы в этом бассейне построили прямо в теплице у нас получается. Зимний вариант получился. Да, зимний вариант. Она там больше 400 квадратных метров. Ну, вот в прошлом году мы уже целый год занимались. На полученные денежные средства семейная пара теперь сможет утеплить крышу и продолжит развивать свой бизнес. Соответственно, появится несколько рабочих мест для зеленогорцев. Я два года в этом процессе нахожусь. Вот за два года, во-первых, выросла грамотность предпринимательская, даже не предпринимательская, больше, а проектная в рамках соискания грантовых денег. Потому что глубже стали заявки, более серьезно проработанные. И, в общем, вообще отношение тех предпринимателей, которые приходят, разнится с тем, что было на моей памяти два года назад. Стоит отметить, что отказ в получении грантов вовсе не означает, что бизнесмену дорога закрыта. Когда предпринимателю необходимо улучшить свой проект, доработать его с соблюдением всех условий. И тогда можно снова подавать заявку на грант. Галина Максимовна Ефимова в Бугучанах прожила немало лет. Здесь она вырастила детей, обзавелась огородом и обустроила свой быт. Но времена меняются, здоровье у нее теперь не такое, как прежде. Ей нужен присмотр и уход. Дети ее давно уже перебрались в Красноярск. Теперь же к ним сможет уехать и сама Галина Максимовна. Поможет ей в этом программа «Север-Юг». Дочка же опять, мама говорит, попробуй сделать «Север-Юг». Мы в городе живем. А что ты будешь у нас одна жить? Давай попробуй. Я пошла сюда, заявление написали. Что-то слишком быстро. Три года даже не прошло, как оформили это все. Сейчас Галина Максимовна уже собирает вещи и готовится к переезду. В Красноярске ее ждет хорошая однокомнатная квартира, расположенная рядом с домом ее дочери. Также неподалеку будет поликлиника и необходимые социальные учреждения. А старая квартира в Богучанах по условиям программы перейдет в муниципальную собственность. В этом году у нас по федеральной программе получили 20 семей государственный жилищный сертификат на переселение. Из них 19 получили по льготной очереди и один пенсионер. Кроме того, в районе действует краевая программа переселения с севера на юг. В этом году у нас получили 4 семьи сертификат и также смогли купить жилье. Сейчас в данный момент оформляют. После переселения люди сдают свое жилье в муниципальную собственность района, либо в сельские поселения. Вот и получается, что эта программа достигает сразу двух целей. Это и облегчение жизни тем людям, которые заслужили отдых в южных районах страны и края после работы на севере, и увеличение количества муниципального жилья, которым воспользуются молодые специалисты, нуждающиеся в семье, педагоги и врачи. И подобных программ в районе выполняется очень много. По программам развития, которые у нас приняты в Красноярском крае, они у нас и финансируются, и реализуются. Вы видите, самый яркий пример – это дороги Красноярья. В этом году финансированы примерно как за три прошлого года вместе взятых. И по блогу устройства программа, которая у нас идет о развитии. И мы не остановимся в программе «Чистая вода». Будем развивать и продолжать ее. В нашем крае большая часть программы законов касается различных льгот для населения. Причем эти льготы, несмотря на все слухи, никто отменять не собирается. Яркий пример – слух о том, что у населения Богучанского района отберут северные льготы, который на проверку оказался просто слухом. Сто процентов этого не случится. Нужно просто внимательно читать российскую газету. Там написано, что Нарильск, Кежемский, Богучанский район, исключены из северных и приравненных к ним территорий, которые подлежат северному завозу. Поэтому готовится проект постановления правительства Российской Федерации. И там 40 территорий, которые исключаются из финансирования по северному завозу. В том числе и наш Богучанский район. Но при этом в конце статьи написано, что северные надбавки, северные пенсии, северный бесплатный проезд, то есть все северные льготы не касаются в этом постановлении. Если закон написан, он должен быть исполнен. Именно по такому принципу работают все ветви власти. И это позволяет эффективно повышать качество жизни. Принять мяч, развернуться, чтобы его проконтролировать. И только после этого активно отбежать, обработать. Енисей приехал в Енисей. Знаменитый на всю страну волейбольный клуб привез сборную девушек на тренировки в одноименный центр спортивной подготовки Лесосибирска. 18 юных, но уже титулованных спортсменок под руководством своих тренеров проводят в зале по 5-6 часов в день. Думаю, каждый из нас, любого игрока, вас просит, у каждого своя мечта. Каждая мечта стать олимпийским чемпионом и добиться определенных успехов в этой команде. Сейчас девушек готовят ко всероссийским соревнованиям, которые стартуют в ноябре. Спортсменок среднего возраста, это 2002-2003 годы рождения, тренирует Екатерина Филатова. Выпускница Лесосибирской детско-юношеской спортивной школы, участница Краевой молодежной высшей лиги. Теперь и сама тренирует волейболисток. Хотя связь с этим видом спорта у девушки еще глубже. Ее мама – известный тренер, воспитавший не одно поколение лисосибирских волейболистов. Мама у меня тренер, получается, мальчишек. Я тренировалась у другого тренера, но все равно это передается, как сказать, по династии, то есть характер и все, все прочее. Для команды это первое посещение Лесосибирска. И впечатления от спортивного центра и уровня организации сборов самые хорошие. Для себя я сделал открытие, что в Лесосибирске есть такой прекрасный спортзал. Зал позволяет сразу две группы здесь объединить. Условия создали очень приличные. И питание. Вообще удивлен, что так можно все организовать в наше время. Это повезло Лесосибирску, что такое отстроили. По словам Андрея Петрова, учитывая оснащение, размер зала и качество покрытия физкультурно-спортивного центра «Энисей», здесь можно проводить не только сборы, но и соревнования по волейболу самого высокого уровня. Мед, злаки, микроэлементы, мясо, фрукты и овощи. Все это в двойном, а то и в тройном объеме входит ежедневный рацион обитателей Железногорского зоосада. К наступлению холодов здесь подготовились заранее. Меню обитатели усилили еще в августе, а на зимнее время перевели в октябре. В морозы хищники, пернаты и рептилии больше всего нуждаются в полезных микроэлементах и витаминах, поэтому их ежедневно добавляют в корм. Птицам подают больший объем из лаков и зерна, а в рацион хищников включают живой корм. Первыми покинули насиженные места и перебрались в теплые вольеры, дикобразы и ежики. Они очень теплолюбивы. Их еще в сентябре зоотехники переместили в зимник. Следом за ними переехал черный аист. Всю зиму эта птица будет соседствовать с нутриями. «Абиссинский рогатый ворон перевели, цапля, которая давно должна была улететь. Так как у нас за саду она сидит, мы ее переводим в журавль даурский». Всех птиц переселят в теплые вольеры, когда температура воздуха будет ниже 15 градусов. Остальным обитателям специально к холодам обустраивают подстилку и утепляют вольеры. Тем, кто впадает в спячку, готовят спецподстилку. Это енотовидные собаки, еноты-полоскуны и медведи. К слову, последние уже спать прикладываются. «Уже большой медведь бурый наш прикладывается, но еще не ложится. Думаем, что к концу, к концу, начале, может быть, ноября даже и уже. Но подстилку еще не приготовить для них, но еще не положили подстилку. Ложим постепенно, потому что, если температура поднимется, плюс, даже один, ноль, плюс один, ему жарко, он выгребает тогда с берложки». Парнокопытных утеплят естественным путем. Сухие листья и солому вольеры завезут телегами. Зимой листья начнут преть и испарять тепло. Так что даже во время снегопада животным будет очень комфортно. Редактор субтитров А.Семкин